Вопрос. В Коране Суре Арум в 17-18 аяте Всевышний Аллах сказал «Славьте же Аллаха, когда для вас наступает вечер и когда наступает утро. Ему надлежит хвала на небесах и на земле. Славьте его после полудня и в полдень». Эти аяты указывают на четыре молитвы, но мусульмане молятся пять раз в день. Почему не сказано о пятой молитве? Я мусульманин и не стараюсь найти ошибок в Коране. Ответ. Хвала Аллаху. В разъяснении этого аята передано от Ибн Аббаса да будет доволен им Аллах высказывание. На пять ежедневных молитв есть указания в Коране. Его спросили «Где?». Он ответил «Славьте же Аллаха, когда для вас наступает вечер и когда наступает утро. Ему надлежит хвала на небесах и на земле. Славьте его после полудня и в полдень луха». Другие комментаторы, такие как Дахат и Саид Ибн Джубейль сказали то же самое. Некоторые из комментаторов сказали, что эти аяты упоминают лишь четыре молитвы. Оба сейчас здесь не сказано. Но на эту молитву указано в Суре Ход, в которой Аллах сказал и в некоторые часы ночи. Сура Ход, 114 аят. Многие из комментаторов придерживаются первого мнения. Анна Хаз сказал «Ученые говорят, что аят относится ко всем молитвам». Ибн Джасас, да помилует его Аллах, сказал «Аллах сказал, молитва предписана верующим в установленное время». Мауката. Сура Аниса, 103 аят. Передано от Абдулы Ибн Масуда, что слово Мауката означает молитвы в назначенное время. Так же как и Хадж. Передано от Ибн Аббаса, Муджахида и Атия, что слово Мауката означает обязательность. Слово Мауката означает, что молитва обязательна в определенное время. В этом аяте сказано в общем о временах молитв и на них указывают другие аяты. Без указания точных границ времени. Все это было объяснено в деталях посланникам Аллаха. Аллах упомянул в временах молитвы в своей книге. «Совершай намаз с полудня до наступления ночного мрака и читай Коран на рассвете. Воистину, на рассвете Коран читают при свидетелях». Сура Аль-Исра, 78 аят. Муджахид передал от Ибн Аббаса, полдень означает время после зенита, время для Зухра и ночной мрак, указывает на начало ночи, время для Магриба. Также передано от Ибн Амара, что полдень означает зенит. Аллах сказал «Совершай намаз в начале и конце дня и в некоторые часы ночи. Воистину, добрые деяния удаляют злодеяния». Это напоминание для понимающих. Сура Ахуд, 114 аят. Амар передал от Хасана, что в начале и в конце дня означает начало молитвы Фаджир и конец молитвы Асар. Некоторые часы ночи означает Магриб и Ища. Согласно этому мнению, аят указывает на пять молитв. Абуразин передал от Ибн Аббаса, что аят, прославляя хвалой твоего Господа перед восходом солнца и перед закатом, Сура Кавк, 39 аят, указывает на предписанные молитвы. «Посему будь терпелив к тому, что они говорят, и прославляй хвалой своего Господа перед восходом солнца и перед его закатом. Славь его в течение ночи, а также в начале и конце дня. Быть может, ты останешься доволен». Сура Аха, 130 аят. Также указывает на время молитв. Аххан, Аль-Куран и Джасас. Также следует знать о том, что Коран не содержит деталей всех правил. В Коране говорится о многих правилах, но он также сообщает о том, что сунна является разъясняющей многие правила, которые не указаны в деталях Коране. «Мы отправили посланников с ясными знамениями и писаниями. А тебе мы не спослали напоминания для того, чтобы ты разъяснил людям то, что им не спослано, и для того, чтобы они призадумались». Сура Анахаль, 44 аят. «Берите же то, что вам дал послание, и сторонитесь того, что он запретил вам. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров наказание». Сура Аль-Хашир, 7 аят. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Мне был дарован Коран и подобные ему». Имам Ахмад, 16 546. Все правила, переданные в Коране или сунне, являются истиной, и все они из одного источника, и являются откровением от Господа миров. Субтитры делал DimaTorzok